Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Каро Пайлян жестко раскритиковал действия Эрдогана. Каро Пайлян, депутат парламента Турции от Республиканской Народной Партии, рассказал Шант Ньюс о темпах распространения коронавируса в Турции, рамках его распространения, влиянии на армянскую общину и политику государства в этот период, передает Армения Хабер АЭМ. Он сказал, что крупнейшим очагом коронавируса в Турции является Стамбул, где проживает около 20 из 30 тысяч зараженных. В армянской общине, которая в основном сосредоточена в Стамбуле, также есть случаи заболевания и, как отметил Пайлян, к сожалению, также есть случаи смерти. По его словам, внутри общины ведется работа по поддержке нуждающихся, которые осуществляются через патриархат и армянские организации. В ходе программы армянский депутат упомянул сбор средств Турция «Нам нас достаточно» и инициированный президентом Раджипом Тейпом Эрдоганом и письмо-запрос от властей к национальным меньшинствам для участия в общей кампании. Пайлян раскритиковал Эрдогана за инициативу, отметив, что страны мира помогают своим нуждающимся бедным гражданам, а Турция делает наоборот, требуя денег от бедных. Депутат также выразил сожаление, что в армянской общине много бедняков, но армянские учреждения перечислили 500 тысяч турецких лир за счет марафона. По словам Пайляна, письмо, отправленное государством, было воспринято как наставление не только армянским учреждениям, но и патриархату, который в лице патриарха и архиепископа Саака Машеляна предоставил 100 тысяч турецких лир. Пайлян отметил, что патриарх также не смог отказать и оправдать этот отказ большим числом бедных в общине. Пайлян также осудил законопроект об освобождении некоторых заключенных, разработанной правящей партией справедливости и развития ПСР и партией националистического движения ПНД. По мнению находящегося в Стамбуле армянского политика, законопроект может освободить преступников из тюрем, в то время как журналисты, депутаты и критики Эрдогана будут оставаться в тюрьмах. По словам Пайляна, оставить этих людей в тюрьме в условиях коронавируса равносильно их смертной казни. Говоря о внутриполитических событиях в условиях распространения коронавируса, депутат отметил, что вирус используется в качестве предлога для подавления оппозиции. Кто говорит или пишет против Эрдогана, он отправляет их в тюрьму. «Сейчас тысячи моих друзей находятся в тюрьме, но мы продолжаем нашу борьбу», сказал армянский депутат, сравнивая ситуацию в Турции с темной зимой. По его словам, нынешняя правящая партия Турции, формируя альянс ПНД, идет по пути национализма, напоминающего темную зиму. В то же время Пайлян подчеркнул, что весна всегда следует за зимой, и они также борются за то, чтобы эта весна наступила как можно скорее. В Арцахе хотят, чтобы комиссия по изучению апрельских событий провела объективное расследование. По причине эпидемии Армения сегодня оказалась в состоянии войны, при этом более тяжелой и опасной, чем во время традиционной войны. В статье, опубликованной на сайте ИЛУР АЭМ, отметил Ливонтер Петросян. В числе других вопросов, первый президент предлагает заморозить работу парламентской комиссии по изучению обстоятельств апрельской войны, которая, по его словам, вызывает излишнюю нервозность и без того в сверхнапряженной обстановке страны. Заместитель руководителя аппарата президента Арцаха Давид Бабаян в беседе с первым информационным напомнил, что когда была создана комиссия, они были сторонниками объективного расследования. Если это будет содействовать, чтобы правильнее понять процессы, было бы неплохо. Надо эту логику продолжить, то есть комиссия должна быть одной площадкой, которая позволит глубже понять эти процессы. Если это будет площадкой для решения различных политических вопросов, то это будет неэффективно, не позволит понять ситуацию так, как она есть. Не исключено, что в дальнейшем могут быть подобные развития, и мы должны все сделать, чтобы объективно понять, что произошло. Мы сторонники этого подхода. Что касается призыва первого президента Республики Армении Ливона Терпетросяна о замораживании работ комиссии, то Давид Бабаян сказал, «Я сторонник того, чтобы подобные решения принимались на основе чисто здравоохранительных заключений, а не политических. Если Министерства здравоохранения Армении и соответствующие структуры придут к такому заключению, надо немедленно следовать этим здравоохранительным нормам». Комментируя статью первого президента Ливона Терпетросяна, политолог Роберт Гавандян в беседе с первым информационным выразил мнение, что некоторые формулировки там противоречат друг другу. В общем, я положительно оцениваю эту статью, но есть пункты, которые вызывают недоумение. Первый президент отмечает, что необходимо сплотиться вокруг властей, чтобы в этой ситуации возможно было противостоять вызовам. Почему-то такой же призыв к сплочению не был сделан в 2013 году, когда Армению втиснули в ЕАЭС. Наоборот, первый президент говорил, что это уже необратимый факт и всячески поддерживал эту политику третьего президента. Здесь также есть поддержки третьему президенту и его близкому окружению, заморозить работу комиссии и так далее. Было бы правильнее, чтобы его призыв относился к общему сплочению, а не к детализацию таких пунктов, которые вызывают недоумение. По словам политолога, в этой статье положительным можно назвать тот факт, что делается призыв к сплочению вокруг властей, призыв, направленный ко второму и третьему президентам, сдержать свои СМИ. Отрицательным является призыв к прекращению работы апрельской комиссии. Думаю, что она никоим образом не мешает чему-либо, не является проблемой. Очевидно, первый президент, желая в своем условии внести определенную сбалансировость, но больше получил общий фон, вызывающий недоумение. В правительстве рассказали об антикризисных мерах, новые уже на подходе. В рамках антикризисных мероприятий правительства Армении уже распределено 3 млрд 670 млн драмов. Как передает Эрман Пресс, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив, что это меньше 10% суммы, предусмотренной правительством. Глава правительства отметил, что данные обновляются в ежедневном режиме. База нескольких дней пополнится и вся помощь, пакеты содействия уже будут доступны гражданам, которые являются бенефициарами. Премьер-министр отметил, что в эти дни правительству представляется также множество предложений. От количества этих предложений может закружиться голова. Хочу подчеркнуть, что мы работаем в ежедневном режиме. У правительства есть четкая стратегия. Как преодолеть кризис, конечно, мы выслушиваем всех. Но наши шаги будут уложены в нашу стратегию, сказал Никол Пашинян. Шесть из десяти программ правительства Армении по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса уже находятся на стадии реализации. Фактическая реализация седьмой начнется с 10 апреля. Остальные с понедельника 13 апреля. Как передает Армен Пресс, об этом на пресс-конференции сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян. Он напомнил, что шесть из десяти утвержденных программ работают в полную силу. По состоянию на вчерашний день общий размер средств, доступных посредством этих имплементированных мероприятий, составил 3 миллиарда 670 миллионов драмов. Мы находимся на стадии интенсивной разработки баз данных, осуществляемых работой по уточнению бенефициаров по седьмой, восьмой и девятым программам. Начало седьмой программы содействия будет объявлено завтра. А процесс фактической реализации восьмой, девятой и десятой программ запланировано начать с понедельника, сказал Григорян. Правительство Армении на сегодняшнем заседании утвердило еще одну программу, касающуюся микробизнеса, то есть предпринимателей, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, а действуют как индивидуальные. По словам вице-премьера, правительство Армении разработало и утвердило уже 10 программ по нейтрализации экономических последствий коронавируса. Они предусматривают содействие как бизнесу, так и частным лицам, которые в обусловленной эпидемии ситуации могут столкнуться с социальными проблемами. Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на все территории Республики Армении с 18.00 – 16 марта 2020 года по 17.00 – 14 апреля 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений. В результате внедрения первой программы по нейтрализации экономических последствий коронавируса, в настоящее время банковская система уже выдала хозяйствующим субъектам кредитные пакеты на 1,4 млрд драмов. Фактически предоставила кредитные средства на 520 млн драмов. Как сообщает Армен Пресс, об этом на пресс-конференции 9 апреля сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян, представляя ход мероприятий, направленных на нейтрализацию экономических последствий правительства. По словам министра, правительство оказывает содействие хозяйствующим субъектам посредством применения трех инструментов – софинансирования, рефинансирования и процентной субсидии. Целью первой программы является создание временного доступа к финансовым средствам для хозяйствующих субъектов. В рамках антикризисных мер социальной поддержки были обработаны данные 15 тысяч беременных женщин, 3750 из них завтра получат средства. Об этом на встрече с журналистами 9 апреля заявил министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батаян, пояснив, что это касается бенефициаров седьмого пакета мер. Она добавила, что по остальным беременным женщинам ведутся работы по уточнению других сведений, которые подпадают под требования. Батаян пояснила, что четвертый и шестой пакеты мер уже действуют два дня, и бенефициары уже получают деньги. Это, в частности, касается семей, где есть дети до 14 лет, чьи родители были уволены с 13 по 20 марта, а также тех, кто уволился за этот же период и не имеет детей. Более подробно с условиями можно ознакомиться на сайте правительства или позвонив по телефону горячей линии, отметила Заруи Батаян. Министр подчеркнула, что если по вышеуказанным пакетам мер не нужна была заявка бенефициара, то по восьмому и девятому пакетам она обязательна. Призыв Терпетросяна к перемирию. Почему на данный момент? Армении из-за распространения коронавируса оказалось в состоянии войны. При этом эта война гораздо более серьезная и опасная, чем традиционная, отметил в статье, опубликованной на сайте Илурайм, первый президент Армении Левон Терпетросян. Момент крайне примечательный, когда первый президент высыпает со своей статьей. Конечно, отнюдь не удивительно, что Терпетросян в этой судьбоносной для мира и страны момент публично выражает свою точку зрения. При этом надо признаться, что в этот коронавирусный период это исключительное слово, прозвучавшее в Армении с четкими формулировками государственного деятеля. Наряду с этим крайне примечательно, что президент выбрал именно этот момент. За прошедшие два дня представители власти Армении во главе с Николом Пашиньяном выступают с определенными оптимистическими акцентами, казалось бы, в контексте относительно благоприятной эпидемиологической статистики, создавая предпосылки для смягчения карантинного режима, а может быть и аннулирования чрезвычайного положения 14 апреля. И вот в этой ситуации Тер Петросян говорит о военном положении, казалось бы, призывая власти к бдительности, которая, воистину, стоит перед не очень простой альтернативой. С другой стороны, 16 апреля во внутриполитической жизни Армении начинается очередная интрига, потому что третий президент страны, Серж Шаргсян, согласился представиться в комиссии по изучению обстоятельств апрельской войны. И в этой ситуации Тер Петросян, по сути, в связи с коронавирусом, предлагает временное перемирие между действующими властями и старой системой. Пока власти ведут круглосуточную работу, огромная армия недооцененных гениев, провокаторов и злодеев с бесчисленных ИСМИ открыла второй фронт войны против них. По мнению Тер Петросяна, под видом, казалось бы, полезных советов и конструктивных предложений сеется ненависть и вражда. Он считает, что критики правительства преимущественно руководствуются не желанием оказать помощь, а стремлением получить политические дивиденды. И если в обычных условиях это нормально, то сейчас равносильно изменя во время войны, добавил Леон Тер Петросян. Вся статья пронизана красной нитью, что во время фактической войны необходимо отбросить в сторону все разногласия и консолидироваться вокруг власти. Конечно, было бы наивно утверждать, что эта статья Леона Тер Петросяна является жестом политической поддержки властям. Эта тенденция, конечно, выражена в статье, однако в подтексте первый президент предлагает политическое перемирие между действующими властями и старой системой, чтобы не ставить под угрозу противоэпидемиологическую борьбу. Замечания Тер Петросяна в большей части направлены прежним властям. Например, он предлагает Роберту Кочаряну и Сержу Сарксяну, чтобы они приказали находящимся под их контролем средством массовой информации прекратить кампанию бешеной борьбы против власти. Экс-президент дает советы и правительству Армении, которому предлагает заморозить деятельность комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны 2016 года в Карабахе, Арцахе. Тер Петросян отметил, что деятельность комиссии создает излишнюю нервозность в и без того напряженной атмосфере стране. Также Тер Петросян призвал прекратить грызню вокруг выборов в Арцахе и обеспечить полноценную управляемость посредством скорейшего формирования органов власти. Формула Тер Петросяна относительно политического перемирия рациональна и понятна, однако мы далеки от мысли, что призывы первого президента будут услышаны основными полюсами политической системы. Как бы формулировки Тер Петросяна не были политическими, одновременно они оторваны от сегодняшней армянской иррациональной ситуации. Продолжение следует...